Привет, друзья! Сегодня отправимся в южную часть нашей страны на открытие 18-го магазина по франшизе от компании «Рывалюф». Мы не только покажем и расскажем про новый магазин его владельца, но и побываем с вами в очень красивых местах Краснодарского края. Ну и, конечно, спасибо всем, кто поддерживает нас, ценит наш труд и пишет слова благодарности. Итак, 8 марта, Сочи. Восемь вечера. Валера. Виша. Привет, дорогой. Привет, дорогой. Да, я его вообще не заметил. Здорово. Всем привет, друзья. Мы в городе Сочи. В общем, знакомьтесь, товарищ Кристо. Вы с ним уже познакомитесь завтра. Мы сегодня выезжаем в город Обширонск. Это Валерий, наш новый партнер, южанин. Открываем магазин в городе Обширонск. Завтра будем вам показывать и рассказывать, как это будет произойти. Но они нам привезли зиму. У нас сегодня выпал снег. Такого никогда не было. Было тепло, стало холодно. Да, было тепло, стало холодно. Слушай, а сейчас прыгаем в машину. Нам еще ехать 6 часов. Здесь дороги горные, петлявые, однополосные. Поэтому скорость движения 40-50 км в час. А нам ехать 250 км. Поэтому это будет очень тяжело. Вот. И как-то надо это все дело еще выдержать. Мы справимся. Да, однозначно. Поехали. Поехали. Да, дороги тут непростые, но к 2 часам ночи мы все-таки добрались до гостиницы и сразу рухнули в подушку. Как раз звонит нам Валерий. Видимо, приехал. Сейчас будет нас забирать. Поедем на открытие магазина. It's time to go. Да, Валер, привет. Приехал? Привет. Да, давай. Поехали. Вольгу в Голи и Среду. Ага. Все, давай. Выходим. Давай. Ну что, уважаемые зрители, пойдемте открывать магазин в Южном городе Афширонск. Валер, я приветствую, слава вам в городе Афширонск. Привет. 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 Приветствую. Все готов? Приветствую. Готов? Конечно, готов. Как вы? Мы-то уже нормально. Пришли в себя, выспались. Выспались нормально. Все хорошо. Значит, поехали? Обязательно. Что, уважаемые? Погнали открывать. Вот некоторые цифры. Город Афширонск основан в 1863 году и расположен на юге России в Краснодарском крае на северном склоне Кавказского хребта. Климат очень приятный. Вот сами посмотрите. Население города составляет около 40 тысяч человек. Одной из главных достопримечательностей считается Гуамское ущелье, где мы, разумеется, побываем. И не только там. А вот тут по адресу Буденного, 4 красуется магазин компании «Рыболюк». Так что будете рядом, заходите. Что, уважаемые друзья, приехали у нас в магазин «Рыболюк» в городе Афширонск. Олег, ну что, рассказывай, показывай. Что, строили, достроили. Вот, благодаря тебе дал хорошую мысль, идею, увидел, скажем так, в ютубе. Вот, и на плане фундамента уже было понимание, что здесь будет именно магазин «Рыболюк». Ну что, пойдемте внутрь, смотрите, что у нас получилось. Добро пожаловать. Что ж, друзья, как видите, магазин получился не маленький, а именно 200 квадратных метров. Места свободного еще достаточно много, несмотря на наличие более 5000 наименований продукции, что уже есть в продаже. Ну и товары для охоты тут также в ближайшем будущем будут продаваться. Так что, думаю, через год-полтора ассортимента в магазине в разы вырастет. Здравствуйте, уважаемые друзья, гости и подписчики канала «Застава фильм». У нас сегодня замечательный день, лучший день. Это открытие магазина «Рыболюб» в городе Абширонск. Юг Кавказа, Абширонский район, Краснодарский край, Северный Кавказ. Познакомлю вас сегодня с нашим новым партнером, владельцем этого замечательного большого магазина «Рыболюб» в городе Абширонск. Валерий, привет. Привет, Александр. Ну что, Валера, по традиции, как всегда, расскажи нашим уважаемым зрителям, кто ты, откуда ты, почему ты решил открыть рыболовный магазин и почему по франшизе, а не сам? Так, были давно мысли, но хотелось открыть не маленький отсек в своем магазинчике, да, у меня магазин по квадро-запчастям, вот, а хотелось что-то вот такой интересный продукт получить. Были мысли, но не было решения. Как это все, скажем так, сделать, и сделать, если сделать, то делать хорошо. Вот, посмотрел ваше видео, вот, попытался созвониться с теми магазинами, которыми открыли, в частности, Илец, Валера Тезка, мой привет, Валера. Палерончик. Да, вот, понял, что он не засланный казачок, вот, пообщались, и, ну, в принципе, я сразу поверю, что это правда, это нормально, ну, вот, хотел маленькое подтверждение. Все наши участники интервью, это купленные профессиональные актеры. Нет, это не купленные актеры, все классно, пообщались искренне, поболтали, мне вот даже сомнений не было, но просто это еще дополнительной уверенности. Я говорю, все, дальше идем. И я понимаю, что идти, да, в любом сейчас деле, в бизнесе, что бы ни делали, это главное все-таки, это, ну, первое, это настрой, желание и команда, с которой ты будешь идти в цели. Я посмотрел, я не первый магазин, и даже не десятый, не знаю, какой по счету, да, все хорошо получается, круто, классно, красиво. И там выбора уже не было, только вы и все. Ну, хорошо, смотри, ты когда определился, что ты будешь открывать именно рыболовный магазин, как у тебя вообще зародилась вот эта вот идея построить здание под магазин? Почему не в аренду, почему здание, целое здание построить под магазин? Так, ну, во-первых, привык я все-таки открывать что-то в своих помещениях, как бы, вот, приятная привычка, скажем так, да. И да, были искушения, не скрою, когда уже на плане, ну, скажем так, завершения стройки подходили, там одна, другая сеть, там не буду говорить, да, там, чтобы реклама не звучала, да, хотели взять в аренду, как бы, предложения поступали. Я все-таки понял, что это от лукавого, вот. Почему? Потому что все-таки была цель сделать круто, классно. И что мне приятно, кстати, я вот очень хочу сказать спасибо большое, что когда я не звонил, где-то перебарщивал, где-то в выходной, где-то в праздничный, где-то первый день после праздника, всегда ты был на связи, Александр, всегда отвечал на мои вопросы, сейчас я понимаю, они всегда, не всегда были, скажем так, чуткими, скажем так, где-то, а что, а как, как, сейчас уже чуть-чуть я начинаю разбираться в этом, да. Я всегда объяснял, всегда говорил, всегда подсказывал, даже на, в ходе стройки, чтобы вы понимали, как вот здесь делать, как вот здесь прилавки. Кстати, по прилавкам большое спасибо, что много, вот сразу вы, это, как проект или 3D реализация, да, сделали. Она мне очень помогла, и уже в ходе стройки какие-то моменты я в учет брал, скажем так. Корректировал. Да, корректировал, и вот это делал. Во-первых, знаете, что хотел сказать? Я в рыболовном бизнесе, скажем так, новичок, вот, благодаря вам, это тяжело назвать новичком уже, уже вы профессионалы, вот, и что, вот, мне вот удивительно, что вот все магазины, да, у вас, я смотрю, люди открываются там с любых работ, бизнеса, люди так говорят, а что, мне, честно сказать, до сих пор, либо это самоуверенность, либо что, я не знаю, почему действующие магазины, которые работают хромая, почему они вот к вам вот не обращаются? Александр, как вы думаете? Я думаю, скорее всего, это просто личная амбиция, что, типа, ну как это, ну я был всегда рыбачок, рыболов, рыбак, там, не знаю, какой еще, там, кто там, карп, там, или кто там, а стал рыболюбом, зачем, да. А получается что? Получается, люди, которые, новички, входят в этот бизнес, они уже на голову выше, как минимум. Да, да, потому что наши партнеры начинают играть по-новому, изначально по-новому, да. А они еще сидят там, где они находились, как бы, и в этом их ключевая проблема в том, что они работают по-старому, чтобы ему дернуться шаг наверх, даже элементарно, в автоматизации, которая позволит ему работать быстрее, следить за остатками, не делать кассового разрыва, чтобы товар вовремя поступал, чтобы не было пустых полок. Ему даже вот этот шаг сделать, ему уже это невозможно, он ничего в этом не понимает. Обратиться к специалистам, скорее всего, на 90%, как это бывает у нас в России, эти специалисты 1С его просто выжмут. И они его выжмут, и на этом этапе у него закончатся деньги, и дальше он уже точно не пойдет. Кстати, что приятно хочу заметить, то, что вот в первые дни буквально, да, вот еще там вот только открывались, приходили к нам, а подарочные сертификаты будут? Пожалуйста, у вас есть решение, вот они у нас есть. А что там с картами? Пожалуйста, определенный процент назад возвращается. Покупателю, которому это приятный бонус, очень приятный бонус. И карта как раз подвязывает тоже покупателя к магазину. Потому что он там купил, например, на 10 тысяч рублей покупочку, да, у него там 500 рублей, либо 1000 на карту упало, и он уже понимает, что ему в следующий раз прийти в этот магазин будет выгоднее, потому что часть он спишет бонусами. Бонусами, и это взаимно приятно, как нам, как продавцам, так и покупателям. А это современные правила игры торговли. Вот ты приходишь, например, в Сбербанк, спасибо, например, то же самое. Я вот не заправляюсь, у меня 10% капает, куда я пойду их тратить? Ну, либо аптека, либо Бургер Кинг. Почему я не пойду в Макдональдс, например? Потому что я не могу вписать бонусы спасибо, а в Бургер Кинге я могу вписать бонусы. Это не реклама была, Бургер Кинге, и не реклама Сбербанка с моим бонусом. Сбербанк, спасибо. А у нас та же самая система. Мы берем самые современные технологии маркетинга, привлечения клиента в магазин, используем их в нашей сети. То есть это и нам плюс, и клиенту плюс, потому что клиент сейчас уже привык к этим сервисам в крупных площадках. А мы просто клиенту, так сказать, даем то же самое, что дают остальные, но под своим соусом просто. Им нравится, и нам удобно. Давайте ненадолго прервемся, ведь впереди нас ждут очень красивые места и новые локации, где мы и продолжим наше знакомство с Валерием. И первое место, куда мы отправились, это Гуамское ущелье. Ну, в Афшерномском районе есть такое место, привлекательное горы, речка. Называется Гуамское ущелье. Вот, все, кто бывает в Краснодарском крае, считай, должны посетить это. Вы сейчас увидите, что очень красиво. Вот, рекомендую обязательно побывать. Посмотреть. Ну, поделись своими впечатлениями-то. Если честно, я очень каждый раз восторгаюсь тем, чем мы занимаемся. Потому что это не просто работа, не просто то, что нам приносит там доход, какую-то там значимость, статус, все остальное. Это прежде всего эмоции, радость и наше хобби. Потому что, ну, все знают, я к работе отношусь не как к работе, а как к какому-то личному хобби, личному удовольствию. То есть и поездка в Абширонск в очередной раз это доказывает, что работать можно в удовольствии. Получать от этого, Миш, кайф, да? Да. Вот, поэтому мы как раз и работаем, и кайфуем, и отдыхаем. А сами, поможете... С бараниной или со свининой, блин? Я думал, с бараниной. Все, я понял. Так что пойдемте дальше. У нас Валера нас торопит, не дает нам насладиться этим удовольствием в городе Абширонске. Вот. Но мы хотим успеть покайфовать. Пойдем. Все, пойдем. Далее мы отправились в поселок Мизмай. К друзьям Валеры, а теперь и нашим друзьям Юрия и Оле. Гостевой дом лесной, который уютно расположился вблизи горной реки Мизмай. И окутанный девственными лесами, пышно растущими на склонах гор. Ну что, уважаемые друзья, а мы продолжаем вас знакомить с красотами Абширонского района Краснодарского края. Соответственно, для того, чтобы вы тоже вместе с нами прочувствовали вот эту атмосферу на открытии магазина, что не просто это бизнес, а это философия. Рыболюб это прежде всего философия. Ну и, соответственно, отношения партнеров между друг другом. Однозначно. Это люди должны хорошие, я так считаю, объединяться. Вот, я благодаря тебе узнал, обрел семью из городов России, да. Ты узнал моих друзей, где мы сейчас находимся. А где мы находимся? Гостевой дом лесной, Мизмай, Абширонский район, Краснодарский край. Вот, здесь вот будем отдыхать у наших друзей. Туристический комплекс здесь находится, через который является развязкой, таким узлом в разные смотровые площадки. Мы завтра пойдем тоже посмотрим, где, что, как находится. И, соответственно, если вам будет интересно, мы контакты и ссылочку на данный гостевой дом оставим. Вот, и вы будете понимать уже, какие смотровые площадки можно здесь посетить. Я думаю, всем будет интересно. Есть очень много мест, куда посетить, и ущелья, и водопады, красоты очень. Да, не лето, но все равно есть, что посмотреть, как бы. Поэтому, я думаю, и мы, и зрители получат удовольствие от просмотра. А сегодня у нас шашлычок и баня. Работаем круглый год. Да, работаем круглый год. Не реклама сигарет. Вот, это они. Работает круглый год. Это как раз хозяин Юрий, вот, помогает сейчас угли нам растапливать, пока мы так вот. У нас все успешно, поэтому... Пока съемочка у нас идет. Да, пока съемочка. Сегодня у нас вторая часть отдыха, уже вечерний, так сказать, сеанс у нас мероприятия. Будем сейчас жарить шашлычок, пистолетики из баранины, а потом пойдем попаримся в баньку и решим, что мы будем завтра делать. Да. А может быть, ничего не будем делать. А может быть, ничего не будем делать, но лучше бы что-то делали. Лучше что-то будем делать, да. Да, надо знать. Саня, время девять. Доброе утро, друзья. С вами снова компания «Рыбарин». Я Александр Заставрюк. Я Александр Заставрюк и наш любимый Михаил Мысин. Че, как спал ты? Замечательно. Отлично спал. И, на самом деле, сон мечты. Просто сон мечты. И горы, горы, лес в горах, вот этот вот запах горного воздуха и эко-дома из бревна лучше не придумать. Ну, давайте, рассказывайте, куда мы все собираемся, что ли будем делать? Так, ну, что мы? Мы сейчас позавтракали, проснулись, сделали зарядку, разминка, горный воздух. Вот, все, видите, какие мы свежие, бодрые, несмотря ни на все. В 2 часа легли, в 9 утра встали и вот, в принципе, все очень хорошо. Кстати, про завтрак. Завтрак была яичница, не просто яичница, а с черемшой. Да. Вот, которая здесь же растет, уже у нас как бы весна, горная черемша. Вот, легкий запах чеснока, сейчас вот где-то вокруг нас вот. И, чтобы вы понимали, черемша не такая, которую мы, допустим, привыкли у себя, которая продается в палочках, такая стручковая. Она здесь растет прямо вот такими вот зелеными листочками. И их собирают, и вот яичница прямо с ней переделывают. Очень вкусное блюдо получается на самом деле. Прям я удивлен. И пирожки делают, и салаты варят яйцо с черемшой. Это листики, как на ландыша похожи, листики такие. Да, да, да. Что-то такое рядом. Ну, в общем, сейчас что мы делаем? Мы сейчас собираемся. Юрий, владелец базы, друг, как раз наш уже, наш уже друг. Да, наш, да. Повезет нас на, куда, Соколиная полка? Соколиная полка. Соколиная полка. Или Орлиная, я путаю постоянно. Да, Орлиная полка. В общем, местная достопримечательность, говорят, самая крутая. Вот, Валера туда уже много лет пытается попасть. Да. Стыдно, стыдно, каюсь. Ну, мы сейчас туда попадем и посмотрим, что это такое за достопримечательность, за которой едут в Мезмай абсолютно все. Со всей России. Со всей России, да. Так что стартуем. Примерно с этого места начинался наш маршрут. Откуда уходила тропа вглубь леса, по которой мы и должны были дойти до места Орлиная полка. Вот эта щелка в скале, именно там мы и продолжим наше интервью с Валерием. Валерочка, а ты как? Ну, как сказать, если бы у меня были бы силы, я бы, может быть, что-то бы и сказал бы. То, что вспотел, это уже однозначно. Ну, во-первых, весело, хорошо, солнышко, погода, хорошая компания, что еще надо. А что еще надо, у нас в рюкзачке, поэтому чуть выше. Темрюк, Овсюника, Аня, Вартан, Вартан, сука, везде был. Ну, ладно. И там маленький, Саня. Да-да-да. Саня, Вартан. Пошли! 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 Это... Гланики! Гланики! Помните, я долго не помню! Стоял! Пошли! Пошли! Какое ехало, да? Ага. Пошли! 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 Мы находимся в Краснодарском крае, Обширонский район! Поселок Мизмай! Орлиная полка! Мы сюда пришли по тому разрезу скалы! Там у нас Лаганаки! Внизу поселок, где мы сейчас живем! У наших друзей! Гостевой дом лесной! Вот! Банька вот такая душевная! Вчера парились! Вот! Чай пили! Вот! В этом лесу водится живность! Кабан! Медведь! Косули! Олени! Ну, енот! Понятно такое все! Есть! Волк! А рыбалка? Рыбалка! Вон внизу речка! Можете наблюдать! Вон, где белые домики! Вон там! Форель! Вот здесь, кстати, форель! То есть ни одна рыба не водится! Кроме форели! Потому что здесь вода холодная! Течение! Вот чуть ниже! Вот буквально там проехать в другие поселки! Там Красный Дагестан! Там уже ловится кусачек! Головчик! Так что приезжайте к нам в гости! Будем ждать! Всегда рады! Обширонский район! Гостеприимный район! Всегда ждем гостей! Друзей! Рады! С новым друзьям! Всегда! Что, Валера! Расскажи, пожалуйста, знаешь, какой факт? Как по традиции, когда мы снимаем интервью с нашими партнерами, всегда всех все равно интересует! Какие у тебя были опасения? Какие у тебя были страхи? Какие страхи оправдались, либо не оправдались? Перед тем, как ты заключил договор и начал с нами сотрудничать? Опасения! Опасения были! Опасения думал, как и везде, что это только одни разговоры для того, чтобы вытянуть денег и все! Путями нашел других людей, которые уже открылись! Конкретно Валера, тезка мой в Ельце город! Валера, привет! Валера, привет! Валера, привет большое! Спасибо тебе за консультацию! Он конкретно, четко ответил на мои все вопросы, которые меня интересовали! Ну и все-таки, я скажу так, что у меня были опасения, ну, как бы просто я, скажем, сделал, просто так сделал проверку такую, скажем так, скажем, благодаря моему, может быть, возрасту, да, я уже понимаю все-таки Опыту! Опыту, да, не возрасту, а опыту, что где все-таки вранье, а где правда! Поэтому вы 100%, вот как говорили, так все и есть! Мне это абсолютно устраивает, абсолютно хорошее, скажем так, хорошее условие даете! Опять же, почему, потому что у вас, я посмотрел ваш рост открытия магазинов, вот, как вы открываете ежемесячно, да, там видео у вас чуть с опозданием выходит, да? Да! Ну ты уже понял, почему не с опозданием! Да, я понял теперь, почему с опозданием, да! Вот, у вас хороший темп, хороший рост, недооцененное, скажем так, скажу честно! Поэтому, это не реклама, но люди, кто сомневается, кто думает, заходите в этот рынок, в этот бизнес непосредственно с рыболюбом! Почему? Потому что потом, я понимаю, будут условия другие и пожестче! Ну конечно, конечно! И пожестче! Потому что, хороший рост профессионалов, а хочешь сделать хорошо и красиво, надо команду набирать профессионалов! Окружать себя профессионалами! Да! Ну смотри, давай дальше, вот мы с тобой подписали договор, ты начал строиться помещение, долго-долго у нас этот процесс шел, как это все будет происходить, как это все будет с мебелью, с мебелью, с мебелью, с мебелью Валера решил заморочиться, он здесь не последний человек в городе, вот, и у него подвязок везде-везде очень много, на всякие разные выходы, там есть канальчики, и он там нашел себе мебель здесь по сбросу цене, здесь нашел мебель по сбросу цене, все это сколлаборировал, пересобрал, перекрасил и собрал в общем себе магазин, тот, который вы видели в принципе на подсъемках, вот, это имеет место быть, это тот случай, когда именно его связи и выходы из знакомства, друзья помогли ему реализовать и сэкономить на этой мебели, то есть у кого есть возможность, мы всегда говорим, Валер, мы же не заставляли мебель нет, нет, кстати, у вас очень хорошие условия, я посмотрел, да, но у меня просто благодаря друзьям получилось, как бы, что, ну, было выгоднее, а так вот реально, если бы у меня не было такой возможности, скажем так, у вас очень хорошие выгодные условия, я даже у нас узнавал, сколько эта мебель стоит, у вас дешевле она, ну скажем так нет, ну и вообще, я говорю, мы же вот открытые люди, мы тебе сразу сказали, Валер, есть возможность у тебя, сделай сам, нет возможности, вот я готовое решение, хочешь давай с нами, скажу, это всех будет интересовать, кто смотрит, скажет, они еще на мебели зарабатывают, а не на том, была-то, кому-то проверил, ценник обалденный, прямой заводской, да, прямой заводской, я говорю, я дешевле, не нашел нигде, ну просто у меня был по вариант, по легкому бу такому, скажем так. Да, 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 ну и обновил очень, покрасил очень хорошо. Да, да, обновил, что-то покрасил, да. Поэтому, ребята, у нас условия, в принципе, не надо ничего бояться, мы никогда наших партнеров не заставляем что-то у нас там брать, покупать, мы вам даем всегда смету, все подготавливаем по магазину, и даем вам полный просчет по каждой мебели по запчасти, чтобы вы могли в разные конторы, другие запросить и просчитать самим, сколько это будет стоить, если вы это закажете сами. То есть это у нас всегда информация открыта, мы всегда честны с нашими партнерами. Вот, смотри, сделали, мы поняли, что ты понял, мы поняли, что у тебя получается по мебели, какие у нас будут там островки, площадки, но по 3D-проекту все равно, что мебель по 3D-проекту расставлялись. И потом уже по 3D-проекту ты подгонял какие-то варианты надо замутить, чтобы сделать определенные вещи. Да. Мебель собрали по товарке, когда вышли. Как вообще тебе сотрудничество в плане товарной сборки, когда ты товар получил, когда ты получил, автоматизацию когда ты получил, было ли тебе тяжело на всем этим разобраться? Сейчас расскажу. Спасибо Косте, о душе, вашему сотруднику, он четко все, что он сформировал, все, что нужно. Даже, я скажу так, с каким-то легким опасением, я бы на новом месте что-то расширил бы. Но у нас есть куда расти, поэтому у нас постоянно товар, кстати, что-то подходит через 2 дня, что-то через 3 дня. На подходе мы так открылись, но у нас приход товара, скажем так, в ближайшее время, в неделю по 2 раза. Расширяем ассортимент. Уже с первого дня было понятно, что надо как бы… С первого дня открытия, когда люди стали нам советовать, говорить, этого не хватает, вот это можно подвести. Да, 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 да. Что еще хотел сказать. Товар мы приняли буквально за полдня, и за полдня наклеили ценники. С автоматизацией быстро разобрался? Тоже за полдня. Да. Ну это вырежете. Я с ума там сошел, реально. Там вот такие ящики, блин, вот такие пачки крючочков, короче, я 2 недели там не разгибаюсь, короче. Это не будем вырезать. Ха-ха-ха. Не, не надо. Ха-ха-ха. Первый кадр вижу. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Не, 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 не. У нас открытый контент. Не, подождите. А все как говорят. День мы приняли товар, день мы ценники развесили, как тикетировали, да там этот день. Это на второй день мы уже открылись, но я тоже так полдня принимал товар, полдня этикетки. Две недели я ползал на коленках, по полу раскладывал товар, там вот такие ящики, коробки, куча гор и всего. Я думал, с ума сойду, короче. Это вырежьте, не показывайте. Это, короче, реально. Не, не, не. Ха-ха-ха. Там когда пришел, я неделю боялся их открывать. Скрыл, посмотрел, у меня глаза зарябило. Там такая гора, короче, все. Ой, мама. Вот, короче, ну, с Божьей помощью, конечно. Ну, победил. Победил. У меня еще мой сотрудник Андрей, молодец, парень, толковый. Вот он четко, как бы, мне помог. Порался до конца. Я думал, с открытием, когда, как сроки обговаривали, когда открывать, я думал, ну, как бы, не знаю, летом, когда-нибудь, ну, если что, в осень перейдем, как бы. Ну, сделали. В итоге, за две недели мы, грубо говоря. Какая не просимулировала. Говорю, давай, через 10 дней открываемся. Через 10 дней открываемся. Я говорю, какое открытие. Не, ну, нормально, нормально. Не, ну, сложно, ну, все понятно. Ну, как бы, потом уже понимаешь. Вот сейчас, зато я весь товар знаю. Правильно. Весь товар поймаю. На это упор есть, на это упор и делается. Вроде тяжело, как это, легко. Тяжело. Легко в бою. Легко в бою. Да, теперь я уже так, на раз-два, какой крючок, что, как уже, понимание, потому что я вот это все на полу все расставил, этикеточки это проверил. Ну, то есть не зря мы вас заставляем пройти эти страдания. Не зря. А потом у вас все это было, вы уже знали все. И, кстати, и, кстати, кто из, я понимаю, этот бизнес, скорее всего, первоначально будут открывать сами, ну, хозяева, да, вот, и это, а кто-то, может быть, нет, может, сразу кто-то будет привлекать, да, там, продавцов, да. Я все-таки рекомендую, я, люди, которые это организовывают, самим участвовать в приемке товара, в раскладке, в понимании, подержать в руках это и понимать, ну, что это и как это, то есть и размерный тоже ряд или весовка, что это может быть. Это в дальнейшем работе вам поможет, скажем так, однозначно. Согласитесь, друзья, местные красоты тут просто фантастические. На Орлиную полку мы еще вернемся, а пока посетим Чинарский водопад. Сань, ну поделись впечатлению про это место. Очень атмосферненькая, перекрестивая. Хочется здесь быть не в мужской компании, но для этого водопада. А с женой. Либо одному, чтобы помедитировать, подумать, как что о будущем, о большом звездном пути. Да. Поэтому прекрасное, замечательное, очень красивое место. Ничем не курят всяких там американских каньонов. А это Абшеронск, Россия. Да. Уважаемые друзья, зрители. В общем, мы не могли вам не представить владелицу базы дома отдыха лесной. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Валерий, здравствуйте. 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 В общем, к Ольге мы попали, так как владелец этой базы, это хорошие друзья Валеры, получается, между собой. Они хорошо знакомы, общаются, дружат. И, соответственно, Валера после открытия решил поделиться общей радостью и с друзьями отметить это все у них в гостевом доме лесной. Давай немножко, Валера, расскажи про базу вместе с Ольгой, да? Что это за база, сколько здесь домиков, сколько здесь номеров, какие здесь есть возможности, потому что кто-то после того, как мы такую красоту с тобой сегодня поснимали, походили, по-любому захочет сюда приехать и отдохнуть. А лучше, как всегда, к нашим друзьям. Правильно? Да, конечно. Гостевой дом лесной, это у нас семейный бизнес, мы работаем здесь с семьей с 2016 года. Однажды в 2014 году мы приехали сюда отдыхать, попали на Орлиную полку, на другие маршруты сходили, здесь много водопадов, смотровых площадок, влюбились с первого раза. И в этом же году, в 2014 году, переехали сюда. Вот. И мы продвигаем тихий семейный отдых. К нам приезжают с больших городов, за тишиной. У нас на территории постоянный белый шум. Это от реки, от водопада, который у нас за забором сразу. Находимся в самом тупике поселка. Предлагаем для своих гостей бревенчатые дома. Вот ребята у нас сейчас живут. В каждом номере у нас кухня своя, свой санузел, то есть индивидуально. И также вот отдельно стоящие есть у нас вип-котет шале. Это отдельный домик для четырех человек. Сколько всего базовых людей может принять в моменте? Общая вместимость у нас 28 человек. 28 человек. Да. Спится здесь, уважаемые зрители, просто замечательно. Мы с Мишей, с наших загрязненных городов... Воздух сладкий и тянучий, как вчера сказали. Да, да, с наших грязных городов приехали. Воздух реально прямо сладкий, такой аж приторный. Ты когда спать ложишься, если дома у меня постоянно проблема уснуть, то здесь ты засыпаешь просто вот так. Только голова подушку трогалась, ты уже спишь. Ну и в деревянных домах они дышат, то есть с улицы это воздух все перемешивается. На природе, можно сказать, спите. Мне кажется, что зрители, которые будут смотреть, шум речки услышат, потому что она реально вот за оператором буквально максимум 10 метров уже здесь. И насчет воздуха надо все-таки быть честными с людьми и сказать, что вот этот хороший, приятный воздух, он разбавляется периодически с запахом шашлыка жареного. Это тут без этого никуда. У каждого домика есть беседка, мангальная зона, поэтому, в принципе, очень удобно отдыхать. Для больших компаний у нас есть большая беседка с русской печью. Там зона разделки, раковина. Банька. Вчера мы ее уже, скажем так... Да, баня у нас настоящая, русская, бревенчатая. Дровами топится, аромат. А по маршрутам мы сами сегодня видели, мы сегодня посетили всего лишь два маршрута из бесконечного количества. Да, но это вы были на ближних маршрутах. Вот, например, если смотреть от нас, вот на той горе два часа в одну сторону идти, там два водопада, лунный, алебастровый, два часа в одну сторону. Потом сегодня, куда вы ездили, водопад Чинарев, вот если от нас пешком идти два часа в ту сторону, там еще водопад университетский. То есть там два водопада в той стороне. Ну и, соответственно, есть более ближние маршруты. Вот сразу сто метров заходите за наш... Как у нас забор заканчивается, сразу водопад Каменная Балка. Ну тоже еще тут Лаганахи, тут ущелья вот эти все, тут же недалеко до Лаганахи. Ущелье у нас получается вот Гуамское, где вы были. Потом сразу от нас начинается Мизмайское ущелье, но это у нас летний маршрут. Потому что тут нужно в нескольких местах речку переходить. То есть это у нас в основном ходят июль, август, сентябрь. Опять же, Оль, вот смотри, это кто ходить любит, да? Также у нас здесь и конные прогулки без проблем. И конные прогулки вас заберут прямо сюда. И джипинг в УАЗике, и квадроциклы. То есть на любой вкус и цвет, кто бы как бы не захотел отдохнуть здесь, приезжайте, всегда будем видеть, рады встретить. То есть все для этого сделаем, чтобы для хорошего отдыха, скажем так. Танеш Ольга, большое вам спасибо. Можем вам пожать в руку. Вам спасибо. Оказать вам спасибо, что нас перейтили. Вам спасибо за знакомство. И показали столь необычный Абширонский район. Краснодарский край, он многогранен. Это не только море, это еще и горы. К нам едут со всех регионов. Как оказывается, в Абширонском районе оказывается очень качественный туристический отдых. Приезжайте. Приезжайте, будем ждать вас. А мы пошли жарить шашлык. Да. Добрый день. Точнее, утро. У нас легкий морозец. Вот. А вот Юра как раз моего друга поймал хозяина базы. Вот. Куда мы сейчас едем, Юр? Скажи, пожалуйста. Едем на гору Фишт. Водопад называется. Водопадистый. Водопадистый. Смешное название. Да. Но такое оно. Что самое интересное, Сочи считает, что гора Фишт это их гора. Вот. То есть получается. А мы считаем, что гора Фишт это наша гора. Почему? Потому что она стоит в Абширонском районе. И у нас вся красота горы Фишт, она находится на нашей стороне. Мы обязательно чуть позже вам это покажем. Водопад. Именно где он открывается. Это гора Фишт. А Сочи получается уже с обратной стороны горы Фишт. Где более пологая. Где люди катаются там на лыжах, на санках. Да. Да. А самое красивое находится как обычно в Абширонске. Что уважаемые друзья, зрители. Хочется поделиться с вами еще одной красотой Абширонского района. А это именно речка Серебрянкой, которая питает столицу Адыгея, город Майкоп. И Абширонский район полностью весь. Он набирается именно из этой речки Серебрянка, которая считается питьевой водой. И они пьют ее прямо из-под крана. Не надо ничего там кипятить. Прямо это такой готовый нарзан получается. Который мы сейчас едем на экскурсию тоже. И в проезжании мы этой речки не могли не попробовать эту воду. Я уже ее из ладошек попил. Вода очень мягкая и вкусная. И у нее такой прямо отчетливо даже сладковатый вкус в этой водичке. И мы сейчас вот наберем водичку с собой и поедем дальше продолжать наше путешествие. Можете как раз наблюдать, какая вода прозрачная, идеально чистая, очень холодная. Горная. Горная, да. Но очень чистая. Ну-ка. Очень вкусная вода. Можно, кстати, прокатиться. Но смотри, мне надо было интервью записать. Миша, как всегда, занимается лучше работой в мире. Тишина и только Мишкина отдышковка. Ага. Елочки красивые. Они часто ездят? А? В который раз там? Так, красоту мы вам показали. Но, к сожалению, дойти до горы Фишт у нас не получилось. Мы издалека увидели, что водопад, скорее всего, замерз. У нас вот Юрий, наш опытный профессиональный экскурсовод, сказал, что водопад, скорее всего, замерз. Вот. Samsung S23 Ultra 100-кратным увеличением позволила нам увидеть, что дырка реально не сочит. Поэтому, как бы, идти-то смысла нет. Миша взлетел на коптере, да? Да. И, соответственно, подтвердил ту информацию, что на водопад еще идти нам было часа, наверное, два с половиной. Да, Юр? Что ж, подтверждаю, что все мысли пошарые. Понятно, что в телефоне не так просто разглядеть движение воды из скалы. Но вот дома, на большом мониторе... В общем, смотрите сами. То есть, смотрите, гора Фишта у нас сейчас за спиной. Вы ее видите. Просто именно мы сейчас у подножия этой горы Фишт. То есть, получается, Роза Хутор, те, которые люди приезжают в Сочи покататься на лыжах и на горе Фиш кататься, они с той стороны этой горы. Ну, все красиво, как я говорю, в Апширонском районе, это здесь. Вот она, гора Фишт. Ну, сейчас водопад замерз, который вот непосредственно вот там вот в ущелье. То есть, получается, Красная Поляна, это вот там, с той стороны? Да, с той стороны. Это гора, на которой Красная Поляна находится? Да. Вот почему говорят, они считают, что гора Фишт это ихняя, но у них такая пологая она именно. А мы считаем, что гора Фишт, то это у нас. Почему? Потому что вот она, настоящая гора Фишт. Ага. Ну, и все хорошо. Пару слов о том, в итоге, как тебе проект, все ли ты получил от проекта то, что ты хотел получить, и какие у тебя вообще пожелания для зрителей нашего канала, как ты собираешься развивать этот бизнес дальше в Апширонском районе? Ну, наверное, по порядку, да. Все ли я получил от проекта, скажем так, да, но проект ты-то еще не закончился? Ну, конечно, конечно. Проект у нас теперь, мы надолго вместе. Ни мы от вас, ни вы от нас никуда не денетесь. Вот. Поэтому проект, на самом деле, очень интересный. И что самое интересное, мне бы, скажем так, если это был бы проект, мы пожали руки там, как ремонты делают, сделали вам ремонт, все, мы пошли до свидания, я бы не участвовал. И там про эти мне было интересно. А вот именно, что появляется круг людей, круг профессионалов, и этот проект, он долгосрочный, в долгую, вот это мне интересно. Мне не интересно было открыть магазин, товар завести, и все, как бы. Да. А дальше общение, дальше работа, дальше работа с вашими профессионалами, с вашим персоналом, как совет, что, расширение линейки, да. Да. Вот в этом мне интересно. Плюс поддержка наших всех партнеров. Партнеров, это было очень приятно. Даже скажу так, что я не по незнанию позвонил фирму, заказал товар, оплатил его, вот. А потом оказалось, ну просто по незнанию или поспешил, а потом оказалось, Александр сказал, что это ваш партнер. Да. И мне просто, после уже покупки, сказали следующую покупку, мне вернулось там около десяти тысяч рублей, хотя уже сделка произошла. Да, да, да. Как бы это было приятно, это было очень приятно. Вот, сказали, а, извините, вы партнер, вот возврат. Да, да, да. Вот. Что по проекту, да, как я сказал, что он и не закончился, он в процессе, он в начале, это мне нравится, да. Вот. Следующий, какой у нас был вопрос? Ну, какие у тебя перспективы развития в Абшироновском районе, как ты собрался развиваться дальше, что ты готов людям предлагать, как ты видишь вообще свое дальше развитие бизнеса? Развитие, увеличение ассортимента, работа все-таки в тех местах, которые для меня пока чужды, это интернет. Вот. Ну, с вашей помощью будем осваивать. Да. Популяризация, наверное, рыбалки, рыболовного спорта в Абширском районе. Да, да, да. Что-то, организация, вот парень у нас был на открытии. Молодой. Да. Вот, молодой паренек ходил. Как бы очень все вот такое, как бы, может быть, как-то создание клуба рыболовного там. Вообще. Вот это вот создание рыболовного клуба в Абширонске, я думаю, будет одно из самых перспективных направлений развития рыбалки, рыболовного спорта в вашем районе. Да. Почему? Потому что, скажем так, плохое как бы везде много, а хорошего все-таки мало. Да. И я сторонник того, что как-то сделать, договориться с водоемами, с хозяевами водоемов, которые предоставили бы. Ну, что-то в этом деле будем работать, думать как-то, чтобы развивать именно здоровое увлечение молодежи. Да. Вот так вот. В общем, уважаемые зрители, ссылочки на Валерия, если что, тоже будут в описании. На наше сообщество, на наши группы тоже будут в описании. К кому интересно, обращайтесь, расскажем, подскажем. Если кто-то хочет пообщаться с Валерием, тоже обращайтесь к Валерию. Звоните. Впрочем, подсказать нашим зрителям какие-то их вопросы, которые их будут интересовать. Мало того, что звоните, всегда рады. То есть, приезжайте в гости. Краснодарский край, Обширонский район, Мизмай. Посмотрите, какая красота. Гостевой дом, где нас приняли друзья. Лесной. Банька. Приезжайте. Все супер, все классно. Ждем вас с гостями. Будем общаться, будем дружить. Присоединяйтесь. А мы надолго не прощаемся. Мы еще покажем вам сейчас красоты Обширонского района Краснодарского края. Всем до скорых встреч. До скорых встреч. Что ж, друзья. А в этот раз видео получилось длиннее обычного, так как хотелось поделиться с вами этой замечательной поездкой. И надеюсь, вам было интересно пройти вместе с нами этот путь. Ну а пока не расходимся далеко, так как впереди нас ждут новые магазины и их новые герои, которые уже в ближайшее время станут частью одной большой семьи рыболюбов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова